Всем ребяточки привет! С вами мистер Адлер и сегодня мы с тобой посмотрим инди-хоррор. Инди-хоррор под названием Mental Hospital 5. Какой-то госпиталь, как обычно, ужасы. Ужас у нас сегодня, ребятушки, и мы сегодня будем проходить игрушку, так сказать, страшилочку. Я посмотрю, я надеюсь, что это будет хороший инди-хоррор. Она на русском, она доступна в Google Play, скачать ее можно по ссылочке в описании. Игрушка на андроиде. Мы ее будем сейчас проходить и, соответственно, посмотрим, что это такое. Вся эта история началась относительно недавно и не предвещала беды. Обычный рейд спецназа в обычной больнице с ума, лишенный пациентами, что может быть проще. Вот и мой брат Марк так подумал, когда отправился на съемки, но что-то пошло не так. Все, кто принимали участие в рейде, были убиты, а мой брат пропал без вести. Никто ничего не мог толком объяснить о произошедшем в больнице. Возможно, так все и осталось. Бы в тайне от всех. Если бы я не нашел на окраине леса, возле больницы, дневник Марка, там он написал некую девочку Элис, которая обладала мистическими способностями. Я принялся изучать все, что смог найти о Элис. И чем дальше я продвигался, тем ужаснее я картина рисовала передо мной. Возможно, если я смогу разыскать и остановить Элис, то смогу найти и своего брата. Время пришло, пора отправляться в путь. Пора отправляться в путь и нарисован крестик. Нарисован крестик, типа, мол, иди туда. Там тебя Святой Дух спасет. И все тебе расскажет. В блокнот добавлены новые заметки. Прекрасненько, прекрасненько, ребятушки. Сейчас мы будем, соответственно, Инги Харарюшечку-то изучать. Пока что начало очень многообещающее и говорит о многом. О том, что, как минимум, здесь есть вещи, которые нужно будет изучать. Изучать, смотреть и, естественно, куда ж без этого. Куда ж без этого. Я думаю, что, хотя, подожди-ка, сейчас, секундочку. Я кое-что тут пока что сделаю для себя, так, чтобы можно было начинать. Так, чтобы мы могли начать. И, соответственно, я думаю, что нам понадобится по-любому несколько вещей, которые будут нам помогать. Значит, соответственно, это будет... Не знаю, что это... Что значит что, но будем пробовать. Будем пробовать, так сказать. Окей, я попробую сейчас... Ей-те-те колотить. Интересно, он так притормаживает, потому что так надо, или это потому что... Где я? Луна не предвещает ничего хорошего. Бляха. Серьезно, я, походу, в лесу. Сейчас, можно пробовать? Походу, нельзя. Ладно, приближаться шибко не буду. Я не сатанист. Но, на всякий случай, ребятки, перекреститесь. Что за херь? Нихерашечки, непонятно. И вот мне непонятно, почему такое... Такие спецэффекты. Это потому что... О! Ну-ка. Я, типа, открыл дверь или не открыл? Была же рука. А, вот. А! Ну, как ты... О! Ты ты ее открыл? Тихо! Я же пытаюсь открыть, что-то там стучишь. Ну-ка. Открывай ее уже, бляха-муха! Странное управление. Ну, конечно. А! Да пошла ты! Каркаешь ты мне тут под руку. А, погодь, погодь, погодь. Я смотрю, я еще кое-что не сделал. Здесь есть же кнопочка видеокамеры. Видеокамеры, которая наверняка мне должна что-то... Что-то чем-то помочь. Наверное. Я думаю, что она включает свет, да? Точняк! Точняк, смотри-ка. Бляха, нихера не видно. Нихерашечки не видно с этой камерой. И, походу, она разряжается. Блин, вот это косяк. Ага. О, хорош. Чую, я сейчас нарвусь на какую-нибудь... Что это? Это я могу взять? Могу. Патрончики! А пушку дадите? Я ни хера не понимаю. Ты что, не понимаешь? Я ничего не понимаю. Так что, не серчай. Я взял какие-то патроны, которые, не знаю, нафига мне нужны. Ага. Ладно. Давай посмотрим блоку. Заметки расследования настройки и главное меню. Покажите мне психически здорового человека, и я его вылечу. Карл Чустав Юнг. Хорошо. Он, походу, поверил в себя и может вылечить кого угодно. Твою ж мать, а. Так, ну музыка, конечно... Подсолнух. Семки кто хочет? Вот у меня есть. Если ты спросишь, аааа, где семки, я скажу, вон подсолнух растет. На, сорви. Сорви и погрызи. Не спрашивай больше мне нечего. Твою ж мать. Зачем так стрёмно-то всё делать-то, а? Это ж реально стрёмно. Ну-ка. Чё там? Чё-то глючит мою камеру. И нихера, она тут шибко не помогает. Не помогает она тут нихера. Что тут за херня? Здравствуй, здравствуй. Чё ты тебя перекорюбило так, а? Ты рада меня видеть? Или ты это самое... Дитя, так сказать, избушки на курьих ножках. Конечно, куда же без ворона. А у нас чё, Хэллоуин? Чё празднуем, ребята? Мне, походу, надо сюда. Нет, сюда не могу зайти. Не могу на мельницу зайти, тут забор. И, бляха, всё темно так. Да пошёл ты нахер! Сука. Какой-то андроид выскочил. Так, ну у нас крематушки здесь, конечно. Типа приглашаешь? Не, ну я, конечно, да. Я мальчик смелый, но... Зачем так скрипит? Так. Где? Где чё болит? Я тут в сарайчик схожу. Погляжу вначале, чё в сарайчике, потому что... Ага, дверь есть. Тут свет, вроде как, есть. Хорошо. Бляха, нихера непонятно. Ну, как и во всех инди-хоррорах. Ага. Чё, опять патроны будут? А весло будет? Ребята, дайте весло. Пока что мне дали просто одну подсказку, типа, из области. Если ты знаешь больных, то я их вылечу. Чё, и всё? Задуман, ничего нету? Тут, видать, теплица была. Тут, видимо, когда-то выращивали помидорчики, огурчики, ну и прочую-прочую ерунду. Ага. Походу мы к Баба-Яге идём в гости. Наверное, к Баба-Яге. Пойдём посмотрим. Ладно. Ребяшки. Сказочка эта будет про Иваночку-дурачка. Тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошко так скрипит, так. Это я и так ногой вышиб, или сильно мыслял? Он вроде в больницу собирался. А куда-то пришёл... Какой-то фильм ужасов. Ничего не понятно. Ага, дверка. Домики тоже такие. Бляха, не тут кнопочку. Не то нажал. У меня вот чувства. Ага, ломик. Ломик и патроны. Хорош. А ломик ты, конечно же, не возьмёшь. Ну, действительно, лучше взять патроны. Зачем ломик? Зачем нам ломик? Он никогда не пригодится в таком месте. Я вот никогда бы не взял бы ломик. Зачем? Потому что ты попадаешь в какую-то непонятную деревню. В которой бегают какие-то андроиды с красными глазами. Есть ломик. Ты же его, конечно же, не возьмёшь. Потому что... А нахера? Вот нахера брать ломик? Он же здесь не нужен. Правильно? Не нужен. Чё тут? Я чувствую, я иду не туда, куда надо. Честно говоря, судя по локации, здесь вообще непонятно, куда идти. Ага, дверь. Хорош. То бишь, он так смело заходит в каждую хату. В каждой хате в чулане чё-то находит. В данном случае, нихера. Ага. Нихера не находит. И, соответственно, идёт дальше. Идёт дальше, тратит батарею. Что это такое? Камень, видим, какой-то. Я уже заблудился, если честно. Я уже не понимаю, куда я иду. О, бегает. Классно. А я чё делаю? А, а он приседать может? Нихера. Тихо, хватит бегать. Да хоро же ты бегать. Побегал и хватит. Побегал и хватит. Пока что не записок, ничего. Был ломик, но не взял. Зачем? Зачем? В самом деле. Наш товарищ в темноте вообще нифига не видит. Я подозреваю, что здесь нужно взять какую-то штуку. Типа записки. Типа от брата послания. Но пока ты собираешь только патроны, которые, по сути, некуда вставить. Ну, только в попец, если себе. Ну, или захавать, если станет совсем одинок. Ну, а чё ещё с ними делать? Действительно. Ну, вот подвальчик. Вот подвальчик. Подворяй. Я тебе сейчас скажу по секрету. Она сейчас сдохнет батарея в этой чудесной камере. Он же пошёл без ничего. Понимаешь, да? Без ничего, пошли. Ну, пошёл гулять. Увидел крест. Нормуль вообще. Чёрт, красава. Ну-а-а. Чё тут? Темно, как бляха, в жопе негра, а? Ну, в принципе, как любой инди... Любой страшилки. Чё тут? Не входить, говорит. Наверное, тут всё... По сути, по музыке, какой-то напряг пошёл. Чё тут написано? Написано, не входи. Не входи, иначе здесь появится второй крестик. Этот крестик будет твой. Серьёзно? А повеселей музяки нету? Я так полагаю, это вот та самая больница. Ну что, ребят, пойдём. Хер и делать. Ага, хер и отпустим. Горят, иди через чёрный ход. Нехер тут через главный ходить. То бишь... Ага, явно не сюда. Музыка прям нагнетает, прям нагнетает. Ну-ка, ну-ка. Хорош. Ой-ой-ой, вздыхает наш батарея. И я сомневаюсь, что здесь есть заряд. Ага. Ну и двери здесь тоже не открываются. Не знаю, зачем делать чёрные такие двери, чтобы ты нихера не видел. Или это специально сделано, чтобы у тебя сдыхала батарея? Ага, есть какая-то дверь. Ну-ка. Ну, заходи ты, ёпчек. Дверь закрыта. Надо найти способ попасть внутрь. И заиграла сигнализация. Заиграла сигнализация, говорящая о том, что... Не входи. Ага. Чё произошло? Это так надо, или я умер? Походу, я умер. А нет, какой-то чёрт стоял на горе. Загрузка. В блокот добавлены новые заметки. Хороший чё добавили. Так, покажите мне психическое... Так, это окей, это я понял. Заметки. Ключ. Ключ. К сожалению, дверь, ведущая внутрь помещения, наглохо закрыта. Неплохо бы найти ключ. Или что-то там... Что там её сможет открыть. Следует более внимательно смотреть селение. Там лом был, если чё. Дурачьё ты. Возврат. Расследование. Расследование Пайлес. Я долго не верю в существование атомистического ребёнка. Тем не менее, нам никуда не уйти от мистики, пронизывающей всё наше существование. И чем больше я вникал в суть событий, происходящего вокруг Элис, тем больше я понимал, насколько опасен этот ребёнок. На её счету много жертв. Но самое болезненное для меня мой родной брат, Марк. Я просто обязан остановить это ища для ана. Путь во тьму. Путь во тьму. Это чёртов посёлок сводит меня с ума. При других обстоятельствах я просто бы не смог здесь только торчать. Повсюду тяжёлая траурная атмосфера, везде следы проживания людей, а вокруг не души. Это тяжело объяснить словами, а ещё то не описать в дневнике, который я веду. Только перечитывая его раз за разом, я могу оставаться в здравом уме и осознавать, что движет мной в этом мраке. Да. Короче. Короче. Если ты помнишь, мы зашли сюда. Немножечко получше стало видно. Там что-то упало. Так, было где-то... Блин, в какой деревне... Я забыл, в каком доме был ломик. В каком-то доме был ломик. И он его не взял. Ты помнишь, да? Ну, значит, здесь всё заскриптовано. Заскриптовано. Хотя я ему говорил, возьми лом, дурачок. Возьми, бляха, лом. И лом был... Тихо. А можно чуть-чуть это самое? Как-то по... 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 Получше сделать. Ага. Во, вот так получше немножко. Вот так немножко получше. Так я буду по активе. Так, ломик был. В каком доме ломик был? Наверное, не там, где этот дятел. Или там, где этот дятел. По-моему, там вот он был, этот ломик, на самом деле. Ну, не надо. Вот, походу, на меня идёт. Походу, идёт на меня, и мне не нравится, что на меня идёт. Это плохо. Это фу-фу-фу. По-моему, здесь ломик был, и мне кажется... Здесь вот ломик был. Нет, не здесь. Бляха, где-то ломик был. Веришь, что сейчас... А где ты? Где ты чмо? Где этот контуженный, как обычно? А вот он, контуженный. Так, это подожди-ка, я откуда теперь вышел? Бляха, я потерялся. Вот это беда. Беда, что я потерялся. Твою ж мать. Я потерялся, а этот контужен идёт прямо на меня. Тихо, где он? Да где это чмо? Я его боюсь. Ребят, я серьёзно его боюсь. Ага, вон он. И он, по-моему, здесь не один. Вот здесь ломика есть? Ага, хер, она взорвала. Нет, я больше чем уверен, что он где-то здесь был. Я не помню, куда я заходил, но в каком-то доме был лом. И он мне теперь не нужен. Я больше чем уверен, что он... Так, что там написано? Дверь закрыта, надо чем-то её взломать. Ага, чем взломать? Ломиком взломать дурень, который я не взял. Тебилой. Вот, не слушай шумных людей, тебе говорят. Лом возьми. Ты патроны собираешь. Ага, вон он. Чё, чё, чё? Так, так, так. О-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты что, надеюсь, не бегаешь? Бля-то, ну он быстро двигается, и куда хера. И оптих-моптих ваш же не было столько. Чё, что меня завалят сейчас? Ой, завалят, ой, завалят сейчас. Я же все эти двери открыл. Вот. А теперь ты его взять можешь. Ну ты лошара редкий, конечно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Воу-воу-воу, тихо. Не надо так бежать. Так, теперь мне надо туда идти. Вот теперь... Да теперь надо бежать, наоборот. Вот теперь надо... Где эти тыквочки? И сейчас мы можем взломать все двери. Правильно? Правильно. Блях, а где двери? Кто ж тут так... Понастроил всего этого? Ну-ка. Говорят. Хорош. Нахера ты патроны собирал? Вот честно, есть ложек где-то должно быть, да? Я же могу их потом перестреливаться. Я очень надеюсь, что... Я не застрял здесь, не застрял. Да расслабься ты. Серьезно. Что ты пристал как баналист? Я тебе говорю, не надо ко мне приставать. Так, пойдем посмотрим, откроем этот склад. Потому что его надо взломать. Вот так возьми, лом. Ага. Ну. Ломик, возьми. Не можешь? Серьезно? Я взял. Ага, вот ломиком взломал. Хорош. Вот, видишь, теперь взломал ломик. Красиво. И что тут? Нихера тут нету. А нахера взламывал? Голова два уха. Ты уникальный человек. Ты идешь хер знает куда на поиски брата. Я понимаю, это благая цель. Но, бляха, ты не совсем не ориентируешься. В местности. Я теперь понимаю, почему тебе нужна наша помощь. Вот все ребята сидят и думают, бляха, вот дурачную. Тебе не холодно, а? Может тебе рубаху дать, а? Не, я боюсь, рубаха тебе уже не поможет. И тебе рубаха не поможет. Вперед, в порядке, отвали. Ага. Ладно, пойдем, пойдем тогда к нашему чудесному зданию. И будем взламывать его. Ага, я там. Херушки там. Зачем я брал лом, если я его не могу толком нигде применить? Ну ты же, вроде как... Или надо определенное место навести? Нет, похоже, не так. Серьезно, я же ломик взял. Ты что, теперь ломиком пользоваться разучился? О, записка. Кто бы ни прочел эту записку, я хочу, чтобы вы знали, если слышите, сирены убирайтесь прочь, как можно дальше от селения. Так как смерть идет за вами, вас больше ничто, слышите, ничто не спасет. Не слышу, но вот считаю, да. Я понял. Ни херашечки меня не спасет, но мы же упертые, мы же упертые, мы же не можем. Дверь закрыта, надо сквозь попасть внутрь. Да, способов немного. Учитывая то, что мы взяли лом и он не работает, походу надо бежать отсюда. В какие двери мы не смогли попасть? Так, это дятя у меня бесит. Впередно. Так, это не работает. Говорит, проще отселения, а я наоборот тут еще двери пытаюсь сломать. Хорош. Ну-ка. Подожди, тут уж можно открыть. Это открыто. Что-то тряпочку это снять не можешь? Ну поднатужься, возьми ты. Ну. Не может попасть. Здравствуйте. Тут с колодцем что-то можно сделать? Походу нельзя. Походу нельзя. Сюда тоже не залезть. Так, а где еще двери были? Так, здесь двери открыты. Вот сюда может быть надо еще попасть. Подожди, а как? Нихера не открывается. Что, в самый зад идти? Ладно, пойдем в самый зад. Подсолнули. Говорят, убирайтесь отсюда, если слышите сирену. Хорошо, буду убегать отсюда. Хрен тебя выпустить теперь. Чувачок, ты когда успел дорогу завалить? Беда, беда, ребятки. Мы здесь застряли. Ладно, пойдем по всем деревням. Пойдем по всей деревне погуляем. Че? Раз такая пьянка, пойдем гулять по всей деревне. Будем осматривать все предметы, все вещи, в которых мы уже здесь побывали, по сути. Давай так. Вначале исследуем все, что вот здесь слева. Я посмотрю все, что слева. И я подозреваю, что должен быть ключ. Там я был, там я был, тут я был. Тут, по-моему, вот этот дятел тоже ходил. Тут я, по-моему, был. Тут, но до этого он мне говорил, что надо сломать. Но при этом не говорит как. Давай, давай, открывай, нахер эту дверь. Значит, что-то я пропустил здесь. Что-то я пропустил здесь, а что я здесь пропустил? Подожди. Я ничего тут не пропускал. Ничего не было. Записок не было. Тимонок раззадится. Бляха. Серьезно, а куда? Он же там писал, что-то надо взломать дверь. Вот здесь он писал. Я для этого специально взял ломик. Он ломиком открыл только одну дверь. Так, здесь тупик, да? Тупик. Твою ж мать, а. Ладно, пойдем вот сюда. Здесь дверь открыта. Так, главное, чтобы не зашел какой-нибудь дятел. Надеюсь, что они туповаты. Что-то мне не нравится. Что-то сейчас было. Ты что делаешь? И куда? Туманчик-то идет. Очень. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Я пошутил. Ты иди своей дорогой. Он здесь хотя бы бегает шустро. Это радует. Давай справа посмотрим, что мы забыли. Там он ничего не может открыть. Здесь он тоже ничего не может открыть. Не знаю. Инвентарь. Ага. Это я типа ее взял. Странно. Очень странный товарищ. Я не понимаю, что ему не хватает. Главное, пойдем сбегаем сюда. Да ты иди нахер. Качельки. У-у-у-у. Естественно, здесь тупик. Забор, которые не могут перепрыгнуть. Шо, давай покатаемся. Давай, ты здесь садись, а здесь садись, да? Давай прокатимся. Хотя убить можно? Боюсь, нельзя. Ладно, на качелях ты кататься не хочешь, дурачей. Не хочу с тобой саду жить. Недрубся мне. Вот еще один сюда тупой. Осталась только вот эта дверь. Причем в дом. Воу-воу-воу-воу. Ты что ручишь? Я тебе предлагал на качеле кататься, а ты отказался. Теперь не приставай ко мне. Все, я обиделся на тебя. Иди нахер от меня. Вот это вот странная штука. А тут и нету нихера. Тут нихерашечки и нету. Тогда нет смысла туда идти. И что, и куда? Я уже бежал в эту деревню вдоль и поперек. Вот какой-то еще ход. Не работает. Серьезно? А если убрать ломик? Нет. Не работает. Видимо, эта дверь... Ага, вот туда нету ходишь. Надо сюда еще пройти. Да ну вы шутите. Я уже обошел. Все. Непонятненько. Уже все обошел. Но вот единственное, вот тут вот здание, в него я еще не ходил. Как в него попасть? Давай попробуем здесь где-то обойти. Вот где-то здесь надо обойти. Эй, да пошли. Здравствуй, Элис. И... Она тебя охранит. Вы мертвы. Вот такая вот кратенькая часть игрушки. Я думаю, что мы обязательно с тобой продолжим в следующей серии. А на сегодня у меня это все. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй. Не пропадай. Закати в наши социальные сети. Не забывай жмякать колокольчик. И до встречи в следующих сериях, ребятушки. Поэтому пока. Субтитры сделал DimaTorzok